Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. Сегодня 24 октября в Чикаго в этот час 11 часов утра на западном побережье Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Только лишь 9 часов утра по московскому времени. Сейчас 19 часов. Ну и, как всегда, по понедельникам в этот час мы ведем программу, которая называется «Путь йоги». Ее автор и ведущая Анастасия Хрущинская, у которой, как всегда, гость, которую она сегодня представит сама. Настя, тебе слово. Добрый день, Миш. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за представление. И с вами Анастасия Хрущинская и наш проект «Путь йоги». И сегодня у меня потрясающая гостья из удивительного места с нами выходит в эфир, из Индии, из города Майсур. И я хочу вам представить свою соведущую сегодняшнюю, свою гостью, Ингу Яхни. Инга, добрый вечер, потому что Инге уже вечер практически как в России уже. А я даже не знаю, сколько у вас сейчас времени. 9.30, наверное, да? Да, у нас 21.30. И всем добрый вечер, день или утро. Да, мы действительно, поскольку мы работаем на весь мир, то, в общем, в разных точках мира действительно разное время. И я пару слов хочу сказать, кто такая Инга, чем она занимается. Инга, их ней ведущий специалист направления «Разумное тело», преподаватель йоги и пилатеса, создатель стиля «Разумное тело», персональный тренер, преподаватель тренинговой компании «Йога-проф», «Йога для профессионалов». И с 2012 года Инга изучает аштанга-йогу в городе Майсур, собственно, откуда она сегодня с нами в эфир выходит. Прана, о вашей йогу, в одноимённом институте йога-терапии с учителем йога-ачарьей Минай Кумаром. И также Инга сертифицированный преподаватель Международной федерации йоги Патанджали, Аум-йога-институт. И вообще Инга очень известный йогин. И те, кто давно йогой занимаются, я думаю, что совершенно точно слышали её имя и обязательно видели её замечательный канал на Ютубе с её практиками, которые для всех подходят. И я вот, когда Ингу пригласила, стала делать некоторые её зарядки, и сразу у меня просто энергия пошла. Это удивительно. Инга, ещё раз спасибо, что вы согласились со мной сегодня побеседовать. И я ещё забыла сказать тему нашей программы. Мы сегодня поговорим о динамических практиках йоги из стиле Майсур. Стиль, который принадлежит, ну не знаю, можно ли так сказать, но тем не менее, который приписывают авторство Кришномачарии. И Инга, ну ещё раз здравствуйте. Вот. И я хотела, ну поскольку наша передача называется «Путь йоги», в первую очередь я хотела, конечно, узнать, какой ваш путь в йогу, да, как вы к ней пришли, почему йога? Дело в том, что я очень долгое время преподавала в фитнес-клубах, и я была профессиональным тренером групповых программ, то есть я вела всяческого рода кардиопрограммы, это была аэробика раньше, ритмическая гимнастика, это были уже позднее темы пилатеса, сейчас такая популярная очень тема. Я, кстати, в Сан-Франциско училась, пилатесу, и очень достаточно долгое время там проводила, это был период где-то с 2003 года по 2006, вот такое у меня было очень глобальное обучение, и там же я, в общем-то, можно сказать, познакомилась с йогой, именно вот с штангой йогой. Поэтому это как-то так вот само собой произошло, это вполне логично было, потому что нужно как-то расти, развиваться, и вот я увлеклась йогой в своё время, лет 10 назад, наверное, потом ко всему прочему у меня случилась беременность вторая, достаточно поздно, мне уже лет 40 было, и, конечно, вот практика более мягкая, она мне подходила, я восстанавливалась, и, ну, вот так вот, вот это не что-то такое неожиданное было в моей жизни, постепенно. То есть оно так не пришло, да, но тем не менее вы всегда, но мне кажется, кстати, пилатес, вот если говорить о фитнесе, да, он наиболее созвучен с йогой, потому что это такая, ну, относительно, такая гармоничная практика, да, это очень логичный переход, наверное, из пилатеса в йогу. Ну, если моё мнение здесь интересно, вот субъективное, возможно, то, на мой взгляд, пилатес практически всю свою программу выстроил на йога-практике. Просто дело в том, что любая йога-практика – это всегда практика определённого учителя, всегда имя йоги связано с каким-то мастером, и стиль йоги всегда связан с мастером. И поэтому я считаю, вот если по мне, так пилатес – это тоже своего рода йога-преподаватель. Ну, просто это слово, оно было вот убрано каким-то образом, видимо, им самим. Может быть, он не претендовал на это звание, а может быть, в то время, там, где он работал и преподавал, это не принято было называть йогой, да он и не хотел. Назвал это просто такой системой упражнений, и контрология это у него называлось. Потом уже после его смерти это стало называться именем пилатеса, да, тренировка. А мне кажется, что у него практически всё на йоге построено, причём именно на динамических практиках. И вот вы сказали про Майсур, родину динамических практик. Я бы так не сказала, конечно, знаете, бескомпромиссно. Мне кажется, что очень много мест, где есть динамические практики. Но просто именно Потапхи Джойс и Кришномачари, они жили и преподавали вам в Майсуре. И наибольшую популярность этот стиль получил именно в Майсуре и пошёл на запад. В Майсуре пошёл на запад. А в принципе есть очень давние, известные техники Дхитендра Брахмачари. Это из Гималаев, в общем-то. И это практика не только майсурская. Но вот в том виде, в котором мы видим, знаем о штангу и другие динамичные практики такие, это, конечно, Майсур. Но пилатес я тоже считаю динамичной практикой. Йоги просто какой-то некий начальный уровень, может быть, вот скорее так. А как вы в Майсуре-то оказались? Меня этот вопрос, на самом деле, больше всего интересует, потому что, конечно, я думаю, что нашим радиослушателям тоже будет интересно. Почему Майсур, да? Ведь, ну почему именно это место? Я вот знаю, что это, конечно, необыкновенный город, очень красивый, невероятно прекрасный, очень такой праздничный, наполненный, энергетический. Но, тем не менее, почему Майсур? Ну, расскажу предысторию немножко, коротко. Я начала возить туры, когда работала в Москве, в пилатес-йога-студиях. Я возила туры в Индию для любителей. Ну, то есть мы собирались, ехали там, занимались. И в какой-то момент так сложились. И училась я, естественно, достаточно много. А поскольку в йога-комьюнити вообще принято учиться долго, ну, то есть так положено. Вот чтобы сертифицироваться, например, нужно минимум 100 часов, а лучше 200, а еще лучше 500. Тогда будет достойный сертификат. Плюс какая-то практика, естественно, личная. Плюс энергетика. То есть поэтому большинство людей, конечно, которые посещают Индию, они потом туда возвращаются. Если эта практика затягивает, то, как говорят на Западе, в Европе и в России, что вообще люди теряются в Индии. Но я тоже это понимаю, потому что здесь очень хорошая атмосфера для этого. Здесь прекрасные учителя. И очень хорошее идет продвижение, именно физическое такое, плюс, естественно, какое-то ментальное. Здесь легче, благодаря этой культуре и традиции, ментально развиваться. Вот. Я стала вывозить туры в Гуа на море, на побережье. Есть у нас там гостевой дом, с которым, с хозяевами которого я подружилась. Они стали практически моей второй семьей. И мне стало проще туда людей приглашать, нежели самой все время кататься туда-сюда. Вот. Что я и делала, в общем-то, на протяжении лет пяти. Пока у меня не подросла дочка младшая, и встал такой вопрос ребром об обучении уже в школе. И когда мы проучились там в начальной школе, буквально первый-второй там класс, то я поняла, что, ну, конечно, оставляет, желает лучшего обучения в Гуа, особенно для плохо говорящего по-английски ребенка и практически не говорящего на тамошнем языке конкани. Вот. Стал вопрос, что делать с этим. Ну и плюс, конечно, вот так совпало, так совершенно случайно совпало, что в эти же, вот в этот же год, это было три года назад, я встретила Винай Кумара. Я познакомилась с моей очень хорошей приятельницей Татьяной Беринштам на Фейсбуке, которая выкладывала все время информацию о майсурских школах и учителях. Меня это жутко заинтересовало, вот спасибо Фейсбуку вот за такую дружбу, которая нас свела, и она мне открыла вот этого учителя. Я поехала к нему учиться, практиковать, и поняла, что это вот тот самый, можно так сказать, гуру, которого я искала, ну, практически лет 10, наверное. У меня не было такого внешнего авторитета сильного, чтобы я уважала его во всех областях, и в области знаний философии, и в области житейском каком-то, и чтобы практик был стопроцентный, и чтобы физиологию с анатомией хорошо представлял, терапию понимал. То есть для меня это было очень важно. Я человек такой, знаете, не в спиритчел-маркете, то есть я далека от каких-то иллюзий, я искала очень такого конкретного учителя. Вот когда я с ним встретилась, я поняла, что это он, и что чем ближе я буду находиться к месту практики и общения с ним, мне будет просто вообще проще по жизни. Вот как-то у меня такое внутреннее чувство. Учитывая, что до Гуа тут, в общем-то, час лету, ночь на поезде или на автобусе, слипер-бассе, и я, в общем-то, вот решилась, это произошло в прошлом году. В прошлом году мы решились переехать в Майсур. Плюс ко всему это, конечно, город большой. По сравнению с Гуа, это просто прекрасная инфраструктура. Это такой, знаете, вот на мой взгляд, русский Санкт-Петербург, только в индийском варианте. Здесь очень много образовательных учреждений. Здесь жили махараджи когда-то, то есть их дворец. То есть мне вообще очень напоминает, напоминает очень Санкт-Петербург. И поэтому, ну вот, плюс погода, природа, совершенно великолепные здесь условия для жизни в плане погоды. Очень такие. То есть здесь всегда одинаково, вот примерно, только два месяца жары, остальное время. Прекрасно. А дожди? Ну и как-то вот дожди здесь не то, что в Гуа. В Гуа это просто мансун, да, сезон дождей заливает, невозможная влажность все время, еще не сохнет, вентиляторы все время крутятся, я вспоминаю сейчас, конечно. В Гуа очень хорошо только в период с ноября по март. Остальное время это сложное время, там очень трудно жить. А здесь великолепно, по всем параметрам. И поэтому, конечно, вот, ну решилась вот так. Мне уже после Гуа, на самом деле, ничего не страшно было. Потому что раз есть вот эта вот Индия в моей жизни, и так вот люблю я ее, то уж Майсур то самое место в плане какого-то вообще индийской энергетики. Здесь больше, конечно. Ну вот и все, я решилась буквально там в прошлом году. Мы переехали, у меня дочка учится великолепно в интернациональной прекрасной школе. Очень ей нравится все. Вот, в общем, так вот как-то мы... А я практикую и работаю сейчас вместе с Винай Кумаром. Мы приглашаем практикующих сюда, к нему на занятия. Потому что обычно все практики в Майсуре, они делают свои сессии по-разному. Кто-то приглашает на месяц, кому-то можно ходить там понедельно, кого-то можно найти просто, ну, дроп-классы, да, ежедневные какие-то. А Винай он не берет меньше, чем на месяц практикующих. И мне так хотелось... Поэтому русских практически нет. Просто потому что не так раскручена его вот эта вот система, по которой он практикует. Он же, в общем, создал практически свой уникальный стиль, да, свое сочетание. То, что я вот у вас прочитала на вашем сайте. Прана-йога-ваши, да? Да, прана-ваши йога. Ну, как вам сказать? Я не думаю, что он прям его создал. Вернее, я так не считаю. Он просто, да, он просто использовал элементы динамических практик от Кришномачарии, вот такого знаменитого очень учителя, и своего учителя, у которого он учился. И поэтому он сложил именно практику, потому что это модуль, практика его, это модуль, определенная последовательность, которую выполняют люди каждый день. И вот этот модуль, так же, как Потап Хиджой создал свою аштангу, Виньяса йогу, она тоже состоит из модулей. Первая серия, вторая серия, третья, там их шесть, по-моему. А точно так же и Винай Кумар, он создал свои серии, и они немного отличаются, но даже не немного, а отличаются, в общем-то, значительно. И мне показалась эта практика настолько сбалансированной, скомпенсированной, очень ровной, очень динамичной и очень энергетически мощной. И поэтому меня это затянуло, а поскольку месяц, это достаточно большой срок для людей из России, оставлять там дом, работу и так далее, то я прям буквально пришла к нему проситься и говорю, вот, если я привезу студентов, ну, пожалуйста, сделай для нас как-то, какую-то возможность, вот на две недели только люди. И вот как-то он пошел навстречу, и мы стали с ним дважды в год делать сессии такие для русских, да еще и с переводом, потому что немногие понимают по-английски. Особенно индийский, английский. У меня был замечательный опыт перевода с индийского в английский, поэтому я не голословно говорю, да, это надо приспособиться обязательно, даже если знаешь английский, с непривычки это сложно. Я сейчас уже привыкла, да. Я могу себе представить. А вот как раз, кстати, здесь вторая моя часть работы, она оказалась, в общем-то, востребована в плане фитнес-индустрии в Индии. То есть здесь оказалось, что очень мало пилакос-преподавателей, в Майсуре вообще нет, пилакос-студии, ближайшая студия в городе Бангалор, а студия с большим оборудованием только в Мамбайе есть. Ну, что вот в ближайшем каком-то рассмотрении. Вот, соответственно, я здесь оказалась еще востребована как пилакос-преподаватель, и делаю здесь классы с индийцами, работаю, и им вообще очень, конечно, нравится. Так же, как вот русским нравятся индийские преподаватели, причем неважно, там, хороший он или не очень. Вот, главное, чтобы он был индийский. Точно так же здесь и индийцам нравится работать с преподавателями-приезжими, какими-то, как мы говорим здесь, форинерами, да. Вот, ну, поэтому я достаточно здесь имею много работы, и слава богу, то есть я очень рада. Но в ГУА продолжаю сессии, конечно, все равно. Езжу туда на ретриты двухнедельные, вот ближайший 8 ноября будет, стартует. А сейчас мы заканчиваем здесь с Винай Кумаром нашу первую группу, людей, которые приехали 12 октября. Так что вот о динамике, что я могу сказать, что по темпераменту очень эта практика мощная, потому что привыкают люди к тому, что йога – это какая-то должна быть очень статичная версия. Да, и что это вот как-то скучно, и как-то это все тягуче так. А тут вообще не соскучишься, тут прям упал, отжался, раз, два, вдох, выдох, хил, экс-хил, и прямо все динамичненько очень, в поту весь. Ну да, но динамические практики, они вообще, конечно, очень живые. Я тут как раз недавно буквально читала мнение о том, что вот йога – это скучно, вот ровно те же слова, которые вы сказали. Ну, видимо, это для каждого человека в соответствии с его темпераментом, кому-то нужно более подвижная, кому, наоборот, нужна более статичная практика. И, собственно, ну вот мы так плавно пришли к тому, чтобы рассказать нашим радиослушателям, что вообще такое динамический стиль, и что это так, ну, как-то более подробно, да. Поговорим об этом. Ну, если говорить о динамике именно в том виде, в котором я практикую, то это динамика виньяс. Виньясы – это переходы из одной асаны в другую, которые связаны путем дыхательных, то есть на вдох-выдох накладывается движение, да, дыхательные такие связи идут. Я уж не буду говорить про взгляды, они тоже имеют значение для концентрации, это уже такая глубокая тема. А вот именно виньясы, когда вы делаете их в промежутках между статичными асанами на 5-8 циклов дыхания, сочетая их с виньясами, они, конечно, дают вот этот такой очень сильный жар в теле, потому что виньяс много, они могут быть разные, разные виды. У каждого преподавателя там есть свои виды виньяс. Но это буквально ряд таких последовательных движений из одной асаны в другую на цикл вдоха и выдоха. И очень похоже на приветствие солнца, в принципе. Вот, и поэтому люди, выполняя вот эти виньясы между позициями, они в первую очередь себя все время греют, а еще плюс ко всему имеет место быть дыхание, такое специальное, которое мы называем дыханием джая или дыхание победителя. Это длинное, медленное, шипящее дыхание через голосовую щель, которая тоже позволяет держать тепло в теле, не расходовать его. И очень, знаете, ну как можно сказать, вот я бы сказала, очень мощно влияет на центральную нервную систему в плане ее успокоения, потому что это длинное дыхание. А у нас так связи устроены проприорецепторные, что когда мы дышим глубоко, то это сигнализирует нервной системе о том, что человек в покое находится. Во всяком случае, мозг получает этот сигнал и распознает его как... То есть это такая некая обманка ума. В том смысле, что если человек дышит медленно, значит он спокоен. Это идет как бы откликом уже на вегетативную нервную систему. И отсюда идет вот это благотворное действие именно того, что человек практикует на виньясах с дыханием муджая. Плюс, конечно же, когда мы говорим о теле, о физическом, то физическому телу, особенно в наших условиях, в таких вот сейчас гиподинамии такой, очень сложно развивать подвижность. Подвижность суставную в первую очередь. Потому что вот эта вот сидячая, постоянная тема, когда люди практически не двигаются, сидят, то есть привычки в теле имеют. Естественно, суставы, они не используют движение. А если суставы не используют движение, тело стареет очень быстро. На сегодняшний день очень многие люди молодые имеют тела уже довольно пожилых людей. Я это вижу, начиная прямо с подросткового возраста, уже такие изменения могут быть в опорно-двигательном аппарате, например, в позвоночнике, что прямо мама не горюй, как у старика. И поэтому, конечно, вот эти виньясы, они дают тепло, за счет которого удобнее развивать подвижность. Удобнее в том смысле, что менее болезненно. Потому что, когда мы занимаемся статичной йогой, для суставов, которые плохо разработаны, которые малоподвижны, очень сложно увеличивать эту подвижность. Элементарно, вот просто растягиваться, гораздо легче на теплом теле, чем на холодном. Поэтому виньясы, конечно, это наше все, как я говорю, потому что они дают вот этот жар, благодаря которому тело развивается очень быстро, гораздо быстрее, чем если бы мы это делали статично по каким-то другим системам в йоге. Это что касается динамичных практик виньяс, именно вот майсурского стиля. А еще, почему именно майсур стиль? Потому что есть два вида практики йоги вот здесь, в майсуре. Первый – это LED-класс, то есть под лидирующую речь, когда учитель дает вам команды и весь класс или один ученик, неважно это, выполняет. А есть еще так называемые майсур-классы, которые выполняются конкретно вот вами на коврике, это может быть в группе или персонально, неважно. А учитель, он может либо править вас, либо подсказывать, либо он может где-то там дожать, где-то помочь, где-то заменить. То есть это превращается в вашу личную практику, если это в группе, это может быть, там, я не знаю, 20, 30, 40, 100 человек. Но каждый практикует в своем ритме, в ритме своего дыхания. Поэтому создается впечатление, что все, кто во что гораст, но учитель ходит, и это все, конечно, делается одна и та же последовательность всеми. Просто кто-то быстрее, кто-то медленнее, это не важно уже. А учитель ходит, и с каждым имеет какой-то опыт общения. Вот это, конечно, только в Майсуре происходит. Это так и называется Майсур-стиль. Причем, знаете, как интересно, есть Майсур произношение, есть Майсур, а индийцы говорят Майсур. Майсур, 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 вот так. Это по-английски, по правилам чтения, там буква О стоит. Да, это Майсур, и это, конечно же, именно вот такое западное произношение. Но поскольку я тут глубоко в Индии, то, конечно, я уже по-индийски пишу и говорю именно таким образом. Так что, вот что я могу сказать по динамике Майсур-стиля, потому что только здесь это есть. И только здесь это можно увидеть, и этому выучиться хорошо. То есть, конечно, можно учиться и на Западе, там, где угодно, но корни отсюда. Корни отсюда. А другие динамические практики есть различные виды суставных гимнастик, тоже с применением дыхания, есть целая система, эта система называется Сукшму-Вья-Яма или Сукчин-Крия. Это тоже ряд большой таких вот суставных динамических практик, направленных конкретно на то, чтобы работать с энергией тоже в теле. Но в любом случае практика йоги отличается от физических упражнений, когда мы начинаем уже очень конкретно выстраивать практику с дыханием, с концентрацией на ней. Мы не теряем вот эту нить, не отвлекаемся, не смотрим на маникюр, не поправляем кофточку. Когда у нас вот эта практика, она уже продышится от начала до конца, там, в течение полутора часов, вот тогда это будет йога. А пока мы не в состоянии сконцентрироваться на этой целостности, это, конечно, в общем-то, в большей степени физкультура, чем какая-то духовная нить там идет нас. Ну то, что вот вы сейчас рассказали о мальцорском стиле, у меня вот прямо внутренний такой отклик, потому что я здесь в Америке огромное количество классов посещала по йоге, и в России, и везде, потому что если ты у тебя, ну, все мы разные, да, во-первых, потому что у нас у каждого индивидуальный ритм дыхания, и, конечно, когда вот эти здесь в Америке очень сейчас популярные, вот эти вот по 500 человек все встали на коврик, и все начинают одинаково делать, это просто, это, конечно, очень красиво, но, опять же, у меня иногда ощущение, что это к йоге не близко, потому что, конечно, мы не все не в одинаковой физической форме, даже если мы очень хорошо подготовлены, все равно мы отличаемся, и, конечно, когда каждый может делать в своем ритме, это очень органично, это как раз то, что вот этой вот экологии, вот этой практики она происходит, именно такая правильная чистота, и, конечно, это очень здорово, когда есть такая возможность вот именно практиковать в своем собственном ритме, потому что ты тогда, наверное, наибольшего результата можешь достичь, получается, вот, но у меня такой вопрос, а насколько, ну, поскольку Виньясу все-таки динамическая практика, да, насколько легко в нее влиться, вот человеку, который не подготовлен достаточно, да, который не обладает, ну, опять же, в современном мире, да, мы здесь все живем, офисные работники, да, там офисный планктон, как сейчас модно называть таким словом, сидим много, стоим много, ну, среднестатистический человек действительно мало двигается, насколько ему реально начать заниматься Виньясу-йогой и вот динамической практикой. И больше, чтобы получилось, потому что мы должны же еще радости испытать, да, не только муку, потому что ты приходишь, да, я помню, я в свое время пришла на штангу в Москве в Федерацию йоги, и это было 5 утра, и все такие в поту, так это было очень тяжело, я была там на 10 лет моложе, и все равно я помню, боже мой, правильно ли я бы сделала выбор, да? Ну, как я говорила, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, от учителя все зависит, потому что, естественно, сложно, естественно, все эти Виньясы, они непростые, в том виде, в котором они выдаются на общее рассмотрение и применение, но дело в том, что все зависит от того преподавателя, который их применяет. Если это не жесткое ограничение в плане аштанга Виньясы йоги, вот шаг право, шаг лево, расстрел у них, вот некоторые так воспринимают, то, в принципе, все можно адаптировать. Если учитель, ну, как вот сказать, такое тоже модное слово сейчас есть, если учитель в эмпатии находится, в понимании вот ученика, да, а я считаю, что это где-то 50% вот, ну, не успеха, успех – это не совсем хорошее слово, а это 50% хорошего учительского творческого навыка. Если учитель хороший, то в нем вот эта эмпатия присутствует, то есть он будет все время смотреть на то, что ученики могут на данный момент сейчас и что они могут дать своему телу именно сейчас, вот в том виде, в котором оно находится, а не так, как это должно быть, по идее, да, там, в исполнении кого-то. Поэтому, конечно же, для начинающих, если учитель, вот если им повезет, то учитель будет им предлагать вариации. Это вот как раз тот случай, который меня очень свинаем и зацепил. То есть это настолько у него подход персональный, он может выстроить практику каждому ученику в зависимости от его возможностей, способностей, природы его. Вы же знаете, может быть, наверняка, мне почему-то так кажется, что про юрведу вы слышали наверняка. Я даже, да, я сертифицированная. Есть конституция тела, есть природа ветра, огня или воды земли, да, то есть есть более легкие люди на подъем, на подвижность или там на объемы тела. Вот. А есть более тяжелые, инертные, да, скажем так, даже полные люди, поэтому, естественно, им сложнее. А если человек полный, ему сложнее делать виньясы, но ему проще делать позиции, потому что он более гибкий. А человеку, например, с душей ветра или с природой ветра, ему сложнее удерживать позиции, потому что он в гибкости, нях, как природа его, обделила в этом смысле. Но зато ему по силе и по какой-то энергетике виньясы лучше даются. Ну, то есть тут, конечно же, если это все грамотно выстраивается учителем, я стараюсь обращать на это внимание. В этом, я считаю, вот у меня большое преимущество. То есть я это понимаю, я пережила это сама, потому что я ни какой спортсмен, там, циркач или болерун в прошлом вообще никакой даже, можно сказать. То, что фитнес привнес в мое тело, это только жесткость и ограничение, по большому счету. Вот, потому что внешность, она, конечно, да, но все остальное, что там под этой внешностью фитнесе, сейчас это все, конечно, далеко от идеала здорового образа жизни и здоровья. Никого не хочу обидеть. Вот. Поэтому, конечно же, все вот зависит от того, к кому попадете. Вот попадете, повезет вам, попадете к хорошему практику, которую будет вам давать в Майсур-классе вот такую вот технику. Тут заменит, там поможет, здесь посмотрит и подскажет что-то. А кто-то вот, нет, вот делает так, и все, тело, оно привыкнет и само потом подстроится. разные учителя. Вот. Поэтому, да, кому-то сложно, кому-то проще. Конечно же, с формой тела, с большим весом тяжелее гораздо динамичные практики. Да у них и в природе это, знаете, как им тяжело, неприемлемо для инертных людей, то есть не нравится. А по большому счету им это важнее, конечно. Природа, вот, воды и земли тяжелая, кафа, доши, да, как мы говорим, им как раз нужна такая практика больше для разгона вот этой энергии. Вы меня как раз, собственно, предвосхитили мой вопрос, потому что, когда вы рассказывали о динамической практике, потому что все несколько раз прозвучало слово разогревающее, да, огонь, то есть это мы тем самым динамической практикой мы себе увеличиваем, разгоняем пито-дошу, мы поднимаем энергию огня в нашем теле, да, и тем самым мы, собственно, как раз вот эту тяжелую капху, которая, вода, земля, она как раз, ну, выходит из застоя, да, то есть мы разгоняем эту стагнацию. Но, с другой стороны, если у человека высокая уже энергия, вот эта вот жара, да, если он там чистая пито, то, может быть, ему такая практика может не подойти как раз? Здесь, конечно, смысл в чем? Смысл энергии питы не в том, чтобы, чтобы перегореть, чтобы гореть, но смысл в том, чтобы не сгореть. Ну да, естественно. Если человек, ну, скажем так, с вышедшей из баланса пито-доши, начнет практиковать аштанга-виньясу, например, да, или прана ваше йогу, то этот человек должен практиковать ее так, чтобы не сгореть. Вот и все. Это не даст ему там сгорания какого-то. То есть, наоборот, эта практика будет для него благоприятна, если он научится в ней не напрягаться. Вот в чем дело. То есть, люди с пито-дошей, это, как правило, всегда люди с высоким жаром таким в плане раджеса. То есть, это подвижные очень люди. Им нужна вот эта деятельность такая подвижная. Но зачастую они очень сильно выгорают за счет своего внутреннего числавия. И какой-то даже, я бы сказала, вот этой властолюбии и гордыни. И вот эта практика, она очень хорошо с этим работает. То есть, если человек будет употреблять, ну, скажем так, да, в кавычках, аштанга-виньясу с примесью эго, то этот человек будет просто ломать. Человек просто поломается, то есть, у него будут боли в суставах, там, в коленках, в пояснице. И пока он не научится расслабляться, относиться к своему телу более уважительно, он точно так же не научится уважительно относиться к другим и не научится, как бы, ну, скажем так, спускать на тормозах какие-то вещи. То есть, на мой взгляд, практика динамичных таких школ, это очень хорошая рутина. А рутина, она дает вот это заземление такое некоторое. И если подсказать практикующему, что в плане питы, доши, да, дисбаланса, подсказать практикующему, что ему не нужно делать это в напряжении, и ему не нужно во что бы то ни стало принимать те или иные позиции, в которые его тело пока еще не вписывается, и что ему не нужно переступать вот это вот себе на горло, да, наступая там через эго свое, то человек очень здорово будет так же работать с этим дисбалансом. Для вата человека дисбаланс это очень хорошая рутина, потому что человек вата он не постоянен, ему нужны постоянные изменения, его носят из стороны в сторону. Вот эта вот ежедневная практика она дает ему рутинность очень хорошую. А в плане капки дисбаланса это прекрасная практика по разгону энергии, то есть тут смотря с какой стороны подойти и как человека подвести к этому, понимаете, в этом мы отличаемся с преподавателями, что как мы к одной и той же практике можем подвести, с какими указаниями, с какими деталями, с какими вообще вот полутонами, понимаете, даже в теле, я уж не говорю про восприятие практики. Так что... Да, я так понимаю, что здесь все-таки очень важно именно найти своего учителя, потому что вот получить вот этот вот волшебный пиндель, пинок, да, вот это вот именно ту практику, которая тебе подходит, это очень важно. У меня вот, кстати, по поводу пита доши, здесь в Америке очень популярен стиль бикрам-йоги, вот в городе, где я живу, у нас вот аж три студии бикрам-йоги, и я, поскольку вот специалист по аюрведии и консультирую людей, я на самом деле стараюсь их от этой практики немножко все-таки предостеречь, да, вот, и как раз, наверное, аштанга, виньяса, вот это направление, оно более экологичное по сравнению с бикрам-йогой, и оно, те же результаты, да, но более правильным способом для тела, все-таки менее истощающим, потому что бикрам-йога, она, ну, мало кому подходит, потому что мы истощаем свою и сердечно-сосудистую систему этой нагрузкой, то есть там, ну, это жестко, это такой хардкор, наверное, да, и долго, наверное, этот стиль практиковать нельзя, вы как вообще к нему относитесь? Я думаю, что в Индии, вообще, он, наверное, в Индии вообще не распространен, как мне кажется. Не, ну, знает о существовании мало кто, конечно. Ну, это такое чисто американское, да, мне кажется. Это чисто бизнес, я просто считаю, что есть какой-то такой йога-бизнес, и многие его делают, и очень много стилей возникло, именно вот бизнес-стилей. Вот, я могу сказать, что просто я к этому не отношусь, и поэтому никак не отношусь. ну, наверное, мне всегда все говорят, ну, вот, вокруг меня люди. Я очень такой человек, конечно, критичный, и очень человек, я резкий. Это можно видеть и по моим статьям, и вообще по моей практике, то есть, я так особо, знаете, не разваживаю. Но в этом смысле, ну, наверное, у каждого свой путь, ну, что делать. А что делать? Ну, это да. Надо сказать, что вообще Кришнамачария, он был учителем практически всех основателей тех или иных современных школ йоги, да, то есть, у него учился и ангар, они, в общем-то, были в непосредственном родстве, поскольку я, насколько помню, я читала, что он даже был женат на сестре Айнгара. И Индра Деви, горячо мною любимая, вот, американская, известная ее гиня русского происхождения, она тоже училась у Кришнамачарии, вообще, по-моему, это была первая женщина, которую он обучать, стал, и особенно с запада, и, собственно, вот, как мы уже сказали, и Патаби Джойс, и Мохан, и Рамасвами, все у него обучались. То есть, из одного стиля, вот этого Майсурского, вышло такое большое количество школ йоги, и это, конечно, вот удивительно. Насколько вот сейчас именно сохранилась в Майсуре вот именно традиция того, что давал сам Кришнамачария? Или все-таки, то есть, каждый учитель, как вот в Индии, да, в каждой деревне свой пророк, каждый учит, как бы, по-своему? Так вот, в том-то и дело, что из-за того, что он подходил персонально, в основном, каждому, и дал разную практику, от этого мы имеем таких разных учителей, потому что БКС Айенгару, он давал одну практику, которая была ему нужна, а по Тапхи Джойсу он давал другую практику, которая ему была нужна. Он очень персонально подходил к каждому ученику. Это мог быть поток какой-то, но в этом потоке все равно происходили какие-то индивидуальные вещи. И именно поэтому вышли такие разные преподаватели, как, например, Айенгар, Патапхи Джойс. Я считаю, что это очень правильно, и вообще в Индии считается, что йога это практика индивидуальная, строго индивидуальная. То, что там, конечно, групповуху уже потом сделали, да и сам Кришнамачарья преподавал в группе, он и в группе все равно давал персональные задачи каждому. И группы-то у него были в дворце в Майсурском, когда он работал, это было в основном для воинов и для тех, кого он обучал конкретно с задачами воинов. Поэтому такая жесткость. И я так думаю, что Патапхи Джойс там как раз в этой группе-то и был. Вот. А в Мадрасе уже, когда он переехал в Мадрас, когда уже независимость пришла в Индию, и всех ВДЯров-то в общем-то там как-то подвинули, то, конечно, уже у него другая совсем практика была в Мадрасе. Он уже давал в большей степени совсем так все персонально. И поэтому я считаю, что от этого скорее ученики у него разные. Не потому, что там как-то он повлиял на них, у них там какое-то произошло видение. Потому что он каждому давал свое. То есть это от него шло, на мой взгляд. Вот. И терапия точно так же. Не обязательно, что терапия должна быть только лежа на пропсах, да, в стиле Айенгара, и терапия. Нет, терапия может быть очень динамичной, подвижной. Все зависит от задач, с которыми работаешь. Абсолютно. Не, ну это да, это особенно когда ты начинаешь практиковать йогу, даже если ты смотришь в классе, даже среди людей, которые имеют некий опыт, да, уже, то ты видишь, что кому-то что-то одно удается гораздо лучше, уже просто даже по природе его тело, а кто-то справляется с другим, да, и если мы там одни успешные в каких-то одних асанах, другие в других. Вот, и тут, конечно, иногда пропсы нужны для того, чтобы, ну там, просто себе помочь, потому что у одних зажимы в одних местах, я просто могу по себе сказать, по своим классам йоги, да, я вижу, что происходит, когда у кого-то там позвоночник не работает, у кого-то тазобедренный сустав, или наоборот, это очень хорошо себя ведет, да, и, конечно, здесь мы, собственно, вы прям мои вопросы все предвосхищаете по йога-терапии, потому что мне кажется, что это как раз та задача, которая нам позволяет свое тело изучить, да, потому что мы все равно, когда мы приходим в йогу, если мы не, наверное, в этой традиции не развивались, да, вот, например, наверное, ваши дети, вот они как раз развиваются в этой традиции уже, они хорошо, вот у вас, кстати, дети, они занимаются, да, йогой, ну, особенно, младшая дочка, значит, старшая с вами преподает, да? Старшая как раз в большей степени, да, поддерживает меня, и она занимается, практикует тоже динамичные стили, про навашью, работает она в Москве, в клубе пилот-сью, и с младшей как раз нет, она, знаете, это вот как сапожник без сапог, наверное, я, конечно, сделаю очень часто всякие для детей занятия, и она за компанию с удовольствием вот практикует, для нее главная компания просто, она такой ребенок, человек такой вот компанейский, а без компании сама со мной нет, не занимается, а если я веду где-то что-то там, классы, или я делаю для детей что-то, Гуа, например, я частенько делаю это, то она с удовольствием, конечно, участвует в этом, вот, но это когда видишь, знаете, это вот как постоянно видишь это, то вроде как оно и само собой, но это в жизни, да, в любом случае, то есть ты занимается серьезно, сама ведет уже классы, потому что она уже довольно взрослая, и у нее хорошие группы, она довольно, есть у нее к этому способность, вот, к какому-то обучению, вот как-то у нее слова складываются верно, понимание у нее очень быстро через свое тело приходит, при условии, да и плюс еще у нее почти медицинское образование, она по образованию, ну, среднее, среднее медицинское образование у нее, то есть ей просто, так же как университет просто с этим образованием, А как вы вообще считаете детей, с какого возраста надо детей приучать к йоге, и надо ли их к йоге приучать, или их просто надо приучать, чтобы они двигались, да, вот что, какое у них должно быть понимание вообще себя? Я считаю так, что до 12 лет пока нет осознанности у человека, да, на какой йоге нет речи, здесь просто игра или физкультура или там какие-то упражнения, то есть ребенок он не осознан, потому что йога это то, что с осознанностью происходит, и можно называть это йогой, там, плей-йогой, как угодно, но это будет не то, это просто под слово, а когда приходит осознанность, это в зависимости от конкретного ребенка, у кого-то это 10, 12, 14, и тогда, конечно, вот эта тренировка осознанности, вот эта тренировка понимания, что внимание должно быть однонаправленным, и что, ну, то, что мы называем осознанным таким, осознанной концентрацией, да, на том, что мы делаем, вот это, конечно, очень благотворно действует на всех, там, неважно, ребенок это или взрослый, это просто учит однонаправленности ума в том действии, которое вы делаете, неважно, там, йога это или что-то еще, поэтому я считаю, что если говорить о каких-то серьезных вещах, это с 12 лет, а до 12 лет, это просто игра в йогу. Ну, наверное, самый важный это личный пример все-таки, да, когда мы, как родители, даем своим детям свой собственный пример своей личной практики, наверное, в какой-то момент они уже это на бессознательном уровне принимают и тоже начинают как бы к этому стремиться. Не знаю, не знаю, все по-разному, потому что у меня, например, старшая дочь выросла в совершеннейшем таком окружении, знаете, фитнеса, аэробики, подвижности, а сама была совершенно вот от всего этого далека. И я, конечно, там какое-то время ее в спорт пыталась отдавать и что-то там такое, но это все было, конечно, но серьезных каких-то рамок не имела. И когда только она выросла, то есть ей уже было там 24, годы, она уже была совершенно взрослым, осознанным человеком, только тогда она заинтересовалась этим сама, вот уже будучи такой взрослой. И мелкая то же самое, я смотрю, и вообще это вся йога до фени, то есть, а у меня не хватает, знаете, какой-то такой силы, чтобы ее заставить, поставить. Ну, я просто вот ради нее признаюсь честно, в большинстве своем веду детские занятия, чтобы просто ее развить. развить подвижность, развить какую-то вот эту вот такую вот разогнать, что называется, кровь и тело от застоев. Потому что, ну, сидят же все время гаджеты, уроки там, все, конечно, в большей степени как игра просто. Мне кажется, любая физическая активность, она хороша, если подходить с позиции баланса. т.е. Телу нужен баланс силы и гибкости, подвижности. Вот если подойти к этому грамотно, то это будет, конечно, хорошее развитие любого человека, взрослого или маленького. А йога в этом смысле очень правильная, если, опять же, ее правильно применять. Все зависит от того человека, который ее дает. Все зависит от этого. Понимает он, что он делает или нет. А там индийский он преподаватель или не индийский, это уже не важно. Как вы считаете, возможно ли самостоятельно выстроить свою практику для тех людей, которых нет возможности приехать к вам и позаниматься с вами, получить волшебный пинок вентиль, тем не менее, если можно это сделать самостоятельно, какие бы вы советы дали людям именно с чего начать? Как нам приступить к построению личной практики? Если честно, я считаю, что работать, например, по книжкам невозможно. Книжки, все, что написано в книжках, то, что я видела, это все, конечно, далеко от того, что на самом деле собой является практика. Но сейчас стало немножко легче, можно хотя бы по видеоматериалам, но те видеоматериалы, которые я вижу в сети, в ютубе, иногда это просто ужасно. Это просто ужасно, иногда это какие-то совершенно неправильные вещи, иногда это дурная речь какая-то, простите меня за уж такую прямоту. Вот, иногда это, вот понимаете, не профессионально в каком смысле преподаватели, не понимают смысла движения и говорят вещи, ну, как вам сказать, я не могу сказать, что это неграмотно, это вообще вот даже ни в какие рамки, потому что люди не знают, где у них плечо, где предплечки, где какие движения выполняются, какими местами и, конечно, ляпы ужасные, то есть то, что я слышу, это просто ляпы дурацкие и очень можно по-разному это все понять, то есть кто-то понимает это в одном ключе, кто-то в другом ключе, кто-то говорит, вот вы сейчас тут вот чувствуете там, допустим, силу, эта поза вам помогает сделать одно, а на самом деле это вообще о другом, поза сама о другом, если в ней глубоко разобраться с позицией тела или энергетики, это вообще не о том, о чем они говорят там. То есть очень много этого. Очень много просто там девочек, мальчиков, которые, знаете, в прошлом акробаты, циркачи, ну, что-то могут ноги позадирать, что-то показать красиво, ну, просто показать. Очень мало каких-то грамотных объяснений. Сейчас стали появляться всякие конференции, стали появляться какие-то такие уроки, семинары, которые можно послушать, там, посмотреть что-то, да, вот. Но вот так, чтобы научиться и понять быстрее, чем тебя накроет какой-нибудь травмой, вот это вот, конечно, травматизм в йоге, он, конечно, присутствует от непонимания своего тела, люди не чувствуют его, от непонимания того, что, на что они способны, от очень высокого эго, потому что каждый считает, что он может, а на самом деле он в рамках тела мало что может, особенно если это тело неподвижно, там, сидело в стуле лет 20, и, конечно, это очень завышенное эго, требовательность к себе, особенно вот у русских, вот это вот, сжав зубы, во что бы то ни стало, я ни одного индийца не видела, который бы вот так бы сжав зубы, во что бы то ни стало, да, пытался там влезть в какую-нибудь головасану, там, сложную позу, да, а русские сплошь и рядом рвут себе колени, вообще ломают себе шею, но, значит, вот, во что бы то ни стало, встают, то есть для нас форма важнее, чем содержание внутреннее, а внутреннее содержание как раз в том, чтобы вот это вот все усмирить в себе, вот этот вот огонь такой, я бы сказала, слишком горячий, вот этот огонь эго, его, во всяком случае, в своей практике я очень четко это поняла, и если говорить о том, что как лучше учиться, у кого учиться, такое огромное сейчас разнообразие, вообще можно запутаться в этих учителях, да, вот это большая проблема как раз, здесь, конечно, ну, только вот какой-то эмоционально-энергетический, может быть, подход, вот если для тебя этот человек является внешним авторитетом, вот ты пришел, послушал, посмотрел, поработал, легло на тебя это, легла эта практика, да, прям хорошо тебе после нее стало, ну, и все, исследуй за этим человеком, повторяю, по книжкам невозможно, то же самое по видео, можно включить видео и точно так же проникнуться практикой, можно общаться, я как-то онлайн пытаюсь, потому что все реже-реже в России бывает, пытаюсь как-то онлайн работать, но все равно, понимаете, это в первую очередь, конечно, вот контакт, контакт, потому что от этого не уйдешь никуда, да, преподаватель хороший, ну, вот в плане грамотности, да, хороший, человек может быть хороший, а преподаватель не очень, вот если преподаватель грамотный, то он сразу видит тело, способности, сразу видит, что человеку нужно, что важно, позанимавшись с ним, там, одно, два, три занятия, или вот как я в ретрите, я вообще вижу сразу, что людям нужно, каждому готова дать какие-то рекомендации, которые люди могут уже развивать сами, главное дать вот какое-то понимание, что для них важно. Спасибо большое, Инга, очень было интересно, на самом деле, у меня огромное количество вопросов, и я понимаю, что в рамках часовой программы, конечно, такой ознакомительной, просветительской программы, которая наша программа является, вот путь йоги, конечно, все эти вопросы не охватить. Дорогие друзья, на сайте yogaproof.ru есть огромное количество замечательных программ, которые вы можете приехать к Инге Ихней, Винай Кумару, и Татьяне Беренштам, в Индию, на ГАА, в Майсур, они предлагают просто огромное количество программ, которые очень интересны, я вам советую всем подписываться на профайл Инги, либо идти на сайт и смотреть, что есть, и получать как раз вот личное посвящение, личную практику от таких потрясающих учителей. Я благодарю вас за участие в нашем проекте, и хочу напомнить, что с нами была Инга Ихней из Майсура, индийского волшебного города, и мы говорили о динамических практиках йоги и не только, и если у вас будут вопросы к Инге, я думаю, что она с удовольствием сможет вам ответить через вопрос-ответ на сайте yogaproof или через фейсбук-группы, и я надеюсь, мы с вами еще когда-нибудь побеседуем, и даже мы к вам приедем на программы, потому что я очень заинтересована, и я чувствую, что вот это то, что очень многим людям надо. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего доброго. Успехов вам тоже. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...